Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня у нас стартует столь долгожданный экономический форум, симпозиум, мега-конференция о Джексон Холле, поэтому нам остается потирать руками, ведь мы с вами, как никто другие, будучи спекулянтами, следящими за фундаментальными событиями, ждем выступления Джанет Гиллен, которая возглавляет американский регулятор ключевой ЦБ мира, и, конечно же, ждем выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги. Хочется понять, разобраться в том, что происходит с евро, хочется уже четко иметь представление о том, что будет с монетарной политикой дальше, как в рамках ФРС, например, в рамках Европейского центрального банка. Надоело уже получать отдельные сигналы со стороны представителей соответствующих регуляторов, подкреплять, либо, напротив, не только подкреплять, а разочаровываться в ожиданиях по поводу того, что с ними может произойти с этими векторами монетарной политики. Хочется послушать непосредственно лидеров мнения, и хочется получить ответ на вопрос, будет ли ФРС повышать процентную ставку как минимум в декабре 2017 года, и готов ли Европейский центральный банк закрыть глаза на крайне низкие значения по инфляции, собственно, поступиться всем, ради чего они, собственно, и затевали вот эти беспроцедневные экономические стимулы, признать тот факт, что эти стимулы не работают, и, наконец-таки, уважить тех трейдеров, которые ставят на рост евро, сообщив о нормализации денежно-кредитной политики. Ну, я думаю, что те, кто знают меня, это, опять же, больше посылок тем, кто регулярно осмотрит брифинги, наверняка уже поняли иронию в моем голосе по поводу того, что может произойти с европейской программой количественного смягчения, и стоит ли вообще, в принципе, рассчитывать на то, что каким-то чудом ЕЦБ сделает политику в перспективе более жесткой, в перспективе, я думаю, что до середины 2018 года. Шансов, на мой взгляд, на такие изменения очень и очень мало. Поэтому я надеюсь, что выступление, столь важное для всех, как запланировано на эту пятницу, все-таки позволит убедиться в позиции, которая сейчас является исключительно субъективной моей позиции, убедиться в том, что она не такая уж и неверная большему количеству трейдеров, участникам нашего сообщества, маркетс, и, соответственно, как и я, ждать вот этого самого разворота, который должен учиться по главному валютному риску, развороту, который потенциально может стать причиной снижения как минимум пары евро-доллар к отметке 1.15. Мы тоже с этими ожиданиями, с этими, скажем, среднесрочными уровнями уже подошли к встрече в Джексон Холле, но теперь осталось только дождаться и увидеть реализацию наших самых задуманных и заветных целей по паре евро-доллар. Ключевой и главной паре рынка Форекса. О евро продолжим говорить и сегодня, и завтра, и на следующей неделе, тем более, что на следующей неделе мы уже всецело будем иметь возможность подвести итоги встречи в Джексон Холле. Я думаю, что будет нам что обсудить. Сейчас мы, конечно же, ждем этот режим ожидания. Он является и причиной снижения ликвидности незначительных объемов торгов. Вот, кстати, объемы торгов мы можем проследить на американской фондовой секции, на фонду рынке почему-то, на американской, на европейской, на всех других. И, судя по тому количеству контракторов, которые заключаются сейчас, конечно же, ликвидность составляет желать лучшего. Трейдеры ждут более серьезных сигналов, опять же, по факту выступления тех из, которые я обозначил. И сейчас предпочитают не рисковать, не лезть на рожон, потому что, если ожидания не оправдаются, то, соответственно, волатильность, она может стоить приличного процента депозитов многим трейдерам. Это обычная, скажем, выжидательная позиция и поведение участников рынка перед столь важными событиями, как в данном случае встреча представителей центральных банков в Джексон Холле. Давайте сначала поговорим про нефть, а потом снова переключим свое внимание на вот этот симпозиум. Тем более, что нефтянку у нас в очередной раз демонстрируют ценовые качели. Только было мы продолжили обозначать формирование локального тренда, микро-тренда, конечно же, снижение актива, замаячили вроде бы как и уровни 50 долларов, запарли снова, как вчерашняя торговая сессия. Акция вынуждена снова, позволила нам, собственно, сделать акцент на то, что прежде чем котировки нефти пойдут ниже, нам придется наблюдать, как, собственно, поднимается настроение ЮБКО по этому активу. Потому что клоу вчерашнего дня снова на верхней границе того самого коридора, который мы ранее с вами обозначили, это 52-52. Сейчас актив торгуется с понижением, вот сегодня открытие с ГЭПом 52-21. В целом, торговая сессия среды компенсировала все то снижение, которое мы наблюдали с начала этой недели. Ну и, разумеется, основным фактором роста для нефтянки выступил отчет, который был на повестке вчерашней торговой сессии. Это данные по запасам нефти в Соединенных Штатах Америки. Параллельно еще был опубликован отчет по объемам добычи нефти. Так вот, участники рынка с должным оптимизмом отреагировали на, получается, уже седьмую неделю сокращения запасов нефти подряд. По версии администрации аналитической информации, запасы снизились на 3,3 миллиона, со прошлого спада на минус 8,9 миллиона. Запасы бензина также просили. До этого у нас была оценка от Американского института нефти. Там, в принципе, значения сопоставимы. По-моему, на 3,6 мы их оснизились по версии Американского института. Ну, в общем, статистика в последнее время бьется у них. По обоим релизам корреляция присутствует. И мы традиционно по данным АМБИ готовимся к тому, что можем увидеть по данным уже Министерства энергетики. Следом за запасами был опубликован доклад по росту недельного объема добычи в Штатах. И здесь, друзья, еще один сигнал, который больше на лапу медведям, то есть тем, кто делает ставку на ослабление нефтянки. Я думаю, что таких большинство. Потому что, согласно опубликованным данным, объемы добычи нефти в Штатах выросли на 26 тысяч баррелей, до 9,52 миллионов. Очень много. Учитывая то, что до этого, на неделе, мы увидели прирост на 79 тысяч, то есть за две недели на 100 тысяч, и более чем реальной, опять же, прежней цели выйти по общему, совокупному показателю добычи на планку в 10 миллионов баррелей, собственно, до конца 2017 года. Друзья, я надеюсь, что мой каждодневный акцент на актуальность проблемы, роста, перепроизводства, по-прежнему очень серьезное расхождение в показателях спроса и предложения, по-прежнему актуальных рисках замедления экономического роста глобальной экономики и рисков последствий для всего рынка черного золота, того, что сейчас происходит, и того, что связано с энергетическим фактом его неэффективности, компенсирующим ростом в регионах, не участвующих в этом соглашении. Всем вам уже понятно, какие мы выводы делали ранее, и почему эти выводы по-прежнему являются тем самым фундаментом, на который и стоит опираться. Я, безусловно, не стараюсь, скажем, может быть, преувеличить картину по наличию аргументов в пользу коротких позиций. Если на рынке будет стоящий фундамент, который позволит нам говорить то, что цикл именно низких цен на нефть, это то, что не будет реализовано в ближайшее время, я сделаю и скажу то, что больше нет оснований, так искренне верить, что котировки нефти могут переписать в локальные многомесячные минимумы. До тех пор, пока этих оснований нет, я буду в числе первых аргументировать изо дня в день решение, почему нефтянку нужно продавать для тех, кто ищет очень перспективную, долгосрочную сделку, либо искать уровни для продажи для тех, кто обладает меньшими депозитами, использует меньше, собственно, рисковать и проводить более короткие позиции по длительности интервала. Но все равно основной ориентируем остается прежним. Я рекомендую смотреть только вниз, потому что те сигналы, которые мы стали получать в последнее время с рынка, особенно, чего стоит сигнал от одного из лидеров мнения по всему, собственно, ближневосточному сообществу среди основных экспортеров о нефти. То, что на ноябрьской встрече вопросы будут подниматься даже не только относительно того, что сделать, чтобы усилить и повысить эффективность аналитического факта, а может быть даже на ноябрьскую встречу стороны приедут лишь с одним желанием, это положить конец этой сделке и, собственно, вернуться к тем показателям и нормам добычи, которые были характерны до прежних, собственно, до конца 2016 года, когда вступил в силу и был подписан вот этот аналитический пакт. Действительно, ситуация не изменилась в прошедшем 8 месяцев. Мы только лишь констатируем высокие объемы добычи, мы говорим о крайнем перепроизводстве, мы говорим о том, что текущее приложение, да и в целом глобальные запасы, превосходит больше, чем на 250 миллионов, а среднюю минимальную оценку за последние 5 лет даже больше, чем на 300 миллионов. И, конечно же, ну разве можно на таком фундаменте ставить на то, что котировки нефти будут расти? Еще раз делаю акцент на то, что краткосрочная динамика не имеет ничего общего с тем, что с рынком будет происходить в долгосрочной перспективе. Вот именно на второй временной интервал мы с вами ориентируемся. Дальше по отчетам статистика Baker Hughes, количество внутренних терминалов, это отчет завтрашней торговой сессии, уже закрытие недели. Посмотрим мы за этим релизом, в 20.00 по московскому времени он будет опубликован. Также завтра у нас еще и выступление председателя американского регулятора Джанет Еллин, которая непременно должна привести к очень мощным движениям в долларе. Если все-таки придерживаться прежнего взгляда того, что Джанет Еллин сможет добавить конкретики по поводу процентных ставок, без указания конкретного месяца, конкретного заседания, но, по крайней мере, с акцентом на то, что условия для повышения процентной ставки все еще присутствуют, это будет достаточно, чтобы придать соответствующее ускорение долларов. И в случае роста американца мы, разумеется, можем делать ставку на ослабление цен на черное золото. Это еще не локальный фактор. В общем, завтра, если не будет никаких дополнительных новостей со стороны ОПЕК по поводу эффективности Ближневосточного соглашения и, скажем так, Ближневосточного соглашения еще со знаком плюс, поскольку в нем принимают участие другие производители нефти. Будем следить тогда за этими отчетами, но все равно каждый день мы продолжаем искать дополнительные аргументы в пользу поддержки нашей с вами сделки с ЭЛ. Цели неизменные. Ждем движения актива ниже 50 долларов за бар. Российская вольта 59.10. Всю неделю котировки не меняются. Вроде бы как рубль и готов, собственно, подстраиваться под то, что происходит с нефтянкой, но, наверное, все-таки гложет где-то понимание потенциала большего ослабления этого актива. Поэтому единственное, что рубль сейчас тормозит от очередной слабости и ухода в район 60 против доллара, так это налоговый период, на который вот-вот уже будет завершен. Последние дни, друзья, со следующей недели эффект уже будет менее заметен, и мы снова сможем сфокусироваться и на санкциях, и на, надеюсь, уже наличие еще большего количества оснований для того, чтобы протащить котировки нефти снова в районе 50 долларов за бар. И рублю придется также тесниться соответственно логичным образом и двигаться к нашей с вами цели, ну и, по крайней мере, остаться в коридоре вот в этом 59-61. Но я рассчитываю то, что уже осенью мы с вами будем говорить о тестировании верхней границы этого коридора, поскольку усилятся и глобальные риски внешних факторов, учитывая то, что трейдеры уже готовы начать закладываться под изменение монетарной политики ФРС, может быть, даже под изменение политики Европейского Центрального Банка, что в конечном счете приведет к фиксации результатов на долговом рынке и, может быть, даже станет причиной кризиса ликвидности на глобальных площадках, что негативным образом может сказаться и скажется на активах и валютах развивающихся рынках, к которым традиционно относится и Россия. Но это все может быть прелюдии, то есть поиск дополнительных аргументов, либо все-таки может быть попытка с моей стороны сделать акцент на то, что рубль, так же, как и прочие валютные инструменты, подвержена влиянию большего фактора фундаментальных событий, большего количества инфоповодов. Но на самом деле повод только один – это поведение нефти. Поэтому как бы нам не хотелось объяснить то, что может произойти с рублем, исходя из других новостных составляющих, это все равно будет третья или даже пятисортная, если есть такое слово, фундамент. Первоочередная у нас составляющая движения рубля – это то, что происходит с нефтью. И с нефтянкой мы, собственно, начинали, поэтому нефтянкой в данном случае и заканчиваем. Прочую рублю не самое завидное будущее, как и ранее. Доллар японская иена. К сожалению, снова американец находится в режиме ожидания. На халде японская валюта окрепчает по той причине, что трейдеры не хотят рисковать. Перед выступлением Джанет Йеллин в «Джексон Холли», ну и, в принципе, перед выступлением тоже и драки, поскольку реакция, которая скажется на риторику драки в динамике евро, но также приведет к определенным последствиям вообще на глобальных площадках. Просто это очень важное событие, ведь речь пойдет не просто об оценке глобальных рисков, которые сложились в мировой экономике. Речь пойдет о том, что будут делать соответствующие центральные банки для того, чтобы разрешить все еще актуальные присутствующие проблемы и для того, чтобы в принципе адаптироваться к тем трендам, которые начинают прослеживаться тоже на глобальном уровне. Я в последнее время, в последние дни внимательно слежу еще за политической такой темой США. Вот не делал специальный акцент в первой торговой сессии этой недели, поскольку хотел посмотреть, как трейдеры будут реагировать на то, что происходит, на те, скажем, сообщения, которые идут со стороны, опять же, Трампа. Но, судя по всему, по-прежнему политическая тема остается доминирующей для поведения доллара, потому что все три торговые сессии у нас был такой локальный инфоповод, начиная вот с понедельника по среду. В понедельник, как вы помните, были сообщения о том, что ближайшим советникам, которые занимаются непосредственно программой налоговой реформы, скажем, бизнес-лидер, консультативный совет, а также верхушки Конгресса удалось добиться прогресса налоговой реформы. Вот тогда, собственно, спрос на доллар резко возрос. После этого акцент внимания трейдеров смеснился тоже на комментарии Трампа, но только уже негативный, когда Трамп позволил себе сделать заявление о том, что он не против приостановить работу правительства для того, чтобы финансировать строительство стены вот этого масштабного проекта, о котором мы тоже периодически говорим, когда есть повод обсуждать, скажем, данное событие. И вот, собственно, вчерашнее выступление в Фениксе, когда Трамп снова, ни с того ни с сего, сделал заявление о том, что по-прежнему есть риски пересмотра торгового соглашения Североамериканского альянса, где участвуют Канада, США и Мексика. То есть это соглашение НАТО. Я думаю, друзья, это негативный момент для, конечно же, валют, опять же, тех регионов, которые входят в это содружество, но особо большую ставку мексиканцев. Мы особо с вами не торговываем, точнее, лично я не хочу даже строить какие-то там рекомендации, поскольку, мне кажется, эта валюта крайне, еще более неподсказуема, чем другие. Но вот в отношении канадца мы периодически обозначаем риски, которые присутствуют для национальной экономики Канады, в том случае, если дело дойдет до каких-то корректировок в этом торговом соглашении. Судя по всему, эта тема по-прежнему остается болезненной и актуальной. Про нее никто не забыл, поэтому если у Трампа снова что-то щелкнет, то вернуться к его активному обсуждению, пересмотре этого соглашения. Ну и, соответственно, канадская экономика здесь в более числе проиграв вкус точно. Поэтому для канадского доллара есть изначально мощный потенциальный негативный момент, о котором нужно помнить. Особенно сейчас, учитывая те уровни, на которых пара USDCAD находится на текущий момент. В отношении доллара, все-таки, при всем уважении к Трампу, при всем уважении к его значимости для рынка, наверное, таким же эффектом будет обладать и Джаран Тикерин на, собственно, в ходе своего выступления, которое также запланировано на пятницу в формате симпозиума Джексон Холли. Я очень надеюсь, что в этот раз она будет более разговорчива к тому, что произойдет с политикой дальше. Особенно снова бы не помешал ее комментарий, связанный с тем, что инфляция и ее слабость – это временное явление. Поэтому позиция тех, кто считает, что рынок труда, прогресс на этом рынке и исторические хаи на американской фондовой секции будут стимулировать рост индекса потребительских цен – это позиция, которая должна все-таки со временем приобрести большую поддержку со стороны других сомневающихся представителей ФРС, а, соответственно, вывести американский регулятор на решение по росту процентных ставок. Прямых заявлений, разумеется, не последует. Но хотя бы намек на жесткую монетарную политику, его будет достаточно, чтобы на контрасте еще с тем, что скажет Драги в мягкости его, собственно, высказываний и осуждений, я не сомневаюсь, стать причиной роста доллара и соответствующего ослабления европейской валюты. Может быть, даже несмотря на те избыточные ожидания, которые нам приходилось строить в последнее время, сейчас как раз наступает тот самый момент и особенно важное событие, которое позволит нам хоть немного отбиться от локальных минимумов по паре доллара японская и хайуфа по паре евро-доллар. Обе эти валютные пары являются неакъемлемой частью нашего каждодневного анализа. Но, как вы помните, в отношении обоих валютных пар у нас четкая позиция и линия, которую мы гнем из недели в неделю по поводу того, что европейская валюта должна стоить меньше, а доллар, напротив, должен оказаться повыше. Эта неделя будет значимой. Не буду использовать термин определяющий, судьбоносный, потому что каждый раз, когда я это делаю, случается все ровным счетом наоборот. Будем, скажем, сейчас плясать от обратного, используем другие слова, но на настрой они, конечно же, не влияют. Я надеюсь, друзья, то, что среди вас уже есть те, кто поддерживает мою позицию, и так же, как и я, пиотически разберут руками, спрашивают, ну, что происходит, особенно оценивая тот новостной фонд, который на рынке случается и происходит. Европейская валюта, поэтому, ну, в двух словах мы уже пробежались, в принципе, потому что ожидать от евро. Завтра, непосредственно перед выступлением Драги, во время нашего брифинга, остановлюсь на европейской валюта побольше, сейчас я предлагаю ее пролистнуть, перейти сразу к фунту. Британец у нас снижается в соответствии с нашим с вами прогнозом. Сейчас котировки по паре фунт-доллар 1,2787. Причин для снижения фунта также очень много. Это перспективы более слабого экономического роста, неопределенности в связи с этим, риски, которые политические, макроэкономические будут влиять на политику Банка Англии по поводу процентных ставок. Банк Англии уже даже не в формате, сколько четко дал понять, что ставку повышать сейчас не будут. Настроения трейлеров ухудшаются, опять же, еще и по причине того, что у нас есть риски увидеть еще большее давление высокой инфляции на потребительскую активность и, соответственно, риски того, что экономический рост будет и дальше сбавлять свои обороты. Вот сегодня у нас, кстати, статистика по ОП в 11.30 по московскому времени, через час 40. Я думаю, что, исходя из последних релизов и нашего с вами расчета на то, что категория, собственно, высокой инфляции и потребительской активности связаны между собой, и здесь прослеживается абсолютно четкая причинно-следственная связь, когда высокая инфляция давит на активность потребителей, все это может быть конвертировано в том, что экономический рост сегодня просядет, тем более, что уже складывается тенденция того, что ВВП все-таки снижается, отражая все эти негативные аспекты, о которых мы с вами говорим. В случае, если сегодня ВВП все-таки будет в соответствии с нашим прогнозом, окажется хуже прогноза, тогда Британия продолжит валиться еще сильнее. Но то, что фунт движется сейчас не только макростатистика, но и политика, это тоже совершенно очевидный факт. Фунт переживает за то, что на следующей неделе состоится очередной этап переговоров по Брекзиту. И здесь я просто лишь хочу сделать акцент на то, что мы получаем все больше и больше количества признаков предстоящего столкновения, непоколепимость, скажем, позиции и очень таких болезненных требований для Англии со стороны Еврогруппы, на которые последнее вряд ли пойдет. Поэтому, друзья, следующий раунд переговоров – это новостной фон в следующей неделе. Мы будем готовиться заранее к этим дискам, в принципе, уже это делаем. Я рекомендую продавать фунт. Если повезет нам еще с ростом доллара, тогда британец будет смещаться не то, чтобы к нашей с вами среднесрочной цели 1.27, он будет датендовать уже на движение в район 1.25. Сейчас, глядя на то, что происходит на рынке, небольшая влатильность кажется весьма промеченным заявлением о том, что мы можем увидеть влатильность нескольких фигур. Но не забывайте, насколько крутое у нас событие на повестке завтрашней торговой сессии. Поэтому все может быть. И в плане таких затяжных и серьезных движений тоже, я думаю, что рекомендации могут быть оправлены. Доллар канадец сейчас находится на отметке 1.25.44. Как и раньше, я рекомендую придерживаться обычного взгляда, покупать эту валютную пару, влияние на то, что происходит с ней оказывается сейчас спред доходности между канадскими и американскими облигациями. Действительно, стоит только измениться перевесу. В пользу канадских бумаг мы тоже увидим спрос на канадца. Стоит только появиться позитивом в плане американского фундамента, растут доходности трейджер из казначейских облигаций. И, соответственно, пара доллар канадец идет уже не вниз, а вверх. Но еще риск на авто. Не забывайте пересмотр торгового соглашения, который был озвучен не кем-то там из, скажем, отдельных ведомств Соединенных Штатов Америки, а самим Трампом, который является одним из противников, собственно, действия и текущей редакции данного соглашения. По USD-каду цель с текущих 1.25.44 добраться до отметки 1.27-1.28, более, скажем, растянутая перспектива это 1.30. Американский фондовый рынок в режиме ожидания. Сейчас на нем действует комбинация факторов. Это низкие объемы торгов, это выжидательная позиция трейдеров и еще кто-то неоднозначный суждение Трампа, о чем я начал этот брифинг, когда мы говорили про пару долларов японской иены и говорили про налоговую реформу, собственно, про соглашение нафты и так далее. Все это сказывается, конечно же, на настроение трейдеров, но окончательно американский фондовый рынок будет заряжен на определенные движения только после того, как выступит Джанет Ели. У нас будет возможность поговорить об этом только в понедельник, но я надеюсь, что это будет еще одним поводом и предлогом для вас подключиться в прямой эфир в понедельник в 9.30 по московскому времени и еще раз оценить весь тот фундамент, с которым мы продолжаем работать сейчас. Поэтому давайте резюмировать, друзья. Сегодня у нас начало форума в Джексон Холле. Сегодня у нас еще статистика по темпам экономического роста Англии и заявки на пособие по безработице в США в 15.30. Ну а завтра уже ждем выступления Джанет Елин и господина Драги, возглавляющего Европейский Центральный Банк. Завтра еще раз обсудим ожидания, которые присутствуют и которые, может быть, даже изменятся за текущие торговые сутки. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.